Я вот немножечко разместила, не так, но думаю, будет вам с экрана лучше. Видно, я хотела, чтобы рисунок был побольше. Если вы не знакомы с пуговичной магией, то я советую вам ее попробовать, если вы хотите, чтобы какие-то мечты сбывались. На Руси пуговицы служили оберегами. Ведь даже само слово пуговица в одной из версий произошло от слова пугать. В аре Даля вы можете прочитать, что пуговицы – это пугалка. Первые пуговицы-мулеты имели форму бубенчика, внутри которого помещался кусочек металла или камушек. Они звенели, как колокольчик. Потом появились пуговицы с особыми магическими знаками – пуговицы заклинания. До сих пор известна примета – пришить мужчине пуговицу, значит, прикрепить его к себе. Но если она быстро оторвется, то и любовь пройдет быстро. На Руси верили, что пуговица помогает исполнять и другие мечты. Для этого их пришивали к одежде, в основном к изнаночной стороне, на вороте или на груди в области сердца. Желая наделить магической силой пуговицы, люди считали, что имеет значение не только, какую пуговицу и куда пришивать, но важно и то, как именно она пришита. Вы хотите проверить на себе магическую силу пуговиц? Тогда нужно загадать желание и выбрать подходящий способ пришивания, и прикрепить пуговицу к изнанке любимой одежды. Но важно помнить, что и желание, и пуговица должна быть одна единственная. Они у меня вот лежали поперек, а сейчас я разверну и для вас покажу, как оно должно быть пришито. У меня по-другому вот не получилось. Вот это у вас часть, следующая вот так вот, чтобы вы успели прочесть, что прошло, и третья. Вот они все три. Девочки, кто любит загадывать желание и проверять, добро пожаловать, вдруг действительно сработает. Успехов!